смотрите какая красота у нас продается два стульчика и столик столик такой из плиточки сделан как мне такое нравится это железная так и внизу нас на ножках такие вот специально на балдашники чтобы не ранить покрытие ночи не нравится на спросить сколько она стоит на мне просто но не нужно какой бы она ни была красивая то лишние вещи но очень красиво не так такое нравится кованая хризантем сколько выставили я люблю хризантемы очень красиво мне не нужны у меня там все уже растет хризантема смотрите на моего кота хотите так жить как он будьте моим котом валяется в саду спит хвост даже вытянул чем человека не жизнь утром пришел сто раз ходил пока не добился своего не нарезала ему мясо наелся мясо спасибо не сказал пришел и спит саду клещей собирают мне ну что тут такой любимый кто тут самый при самой самый при самый 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 кто тут это ты котик такой любимый да ты самый любимый Receita что делает хвост как у него дрожит так за хвост его у нас вот такие сегодня чудесные сливы. Ох, сейчас на грибу. Мягкие, крупные. 12 гривен килограмм. Почти 2,5 килограмма на доллар. Здесь еще такие тоже вкусные. Друзья, вы мне пишите в комментариях, Наташа, почему вы не едете отдыхать? Вот мы уже в пандемию три раза съездили куда-то, а вы все сидите дома. Время-то идет. Хочу ответить на этот актуальный для всех комментарий. И для нас в том числе. Но, во-первых, в пандемию ехать отдыхать это было рискованно. Пока мы не вакцинировались, ни о каких поездках не могло быть и речи. Если вы смотрели мои видео, то вы знаете, что мы даже с детьми не встречались очень-очень долго, пока мы не вакцинировались. И мы сделали это абсолютно правильно. Мы пожертвовали общением для своего здоровья. У нас очень тяжело переболел сын с невесткой. И с последствиями, и длительными последствиями сейчас еще не все хорошо. Поэтому, если бы мы общались, мы бы заразились от них. И было правильным решением не общаться какое-то время, пока мы не приняли вакцину. Иногда я получаю вот такие комментарии. Я болею. У меня очень много хронических болезней. Как вы думаете, стоит мне вакцинироваться или нет? Сейчас я отвечу не своими словами, а словами нашего известного доктора Комаровского, мнение которого для меня важно. Значит, он много раз уже говорил о том, что чем серьезнее болезнь у человека, чем больше у него хронических заболеваний, тем меньше у него шансов выжить, если он заболеет ковидом. Поэтому вакцинироваться таким людям надо в первую очередь. Но понятно же, что нужно консультироваться с врачом. Я сейчас вышла на улицу и недаром вам показываю свой участок. Вы его уже видели неоднократно. Но я хочу вам еще его показать и сказать, вот как можно уехать из такой красоты. Наш принцип никуда не ехать в теплое время года, потому что у нас шикарно здесь, замечательно. Понимаете, лучшего места на земле, чем моя вот эта дача, я для себя не вижу и не нахожу. Красота невероятная. Здесь я чувствую себя в своей тарелке. Поэтому ни о каких поездках в теплое время года речи даже вообще не идет. У нас нет этого никогда в планах. Ехать отдыхать нужно тогда, когда у нас холодно, когда у нас дождь, когда у нас лякоть, когда у нас снег, когда у нас плохо. А когда у нас хорошо, зачем нам куда-то ехать? Я не признаю отдых на неделю. Это пустая трата денег, на мой взгляд. Значит, вы знаете, что мы были в Египте, вынужденно сидели там 3 месяца на карантине. Конечно же, мы потратились. И нужно время было после приезда, чтобы собрать какие-то деньги для каких-то новых путешествий. Кроме того, у нас идет ремонт. И это тоже очень затратно. Поэтому ни о каких таких частых поездках, ни о каких турах не могло быть даже и речи. Конечно же, мы мечтаем, мы планируем, мы хотим. Мы надеемся, что мы, конечно же, поедем путешествовать, и у нас все получится. Но пока не время. Во всяком случае, смотрите, какая красота. Ну как можно отсюда уехать? Я не понимаю. Зачем мне куда-то ехать, когда мне здесь просто не просто хорошо, мне здесь супер-пупер хорошо. Здесь все удобно, сделано так, как я хочу. Я могу съесть то, что я хочу. Другие страны, с этим у меня напряг. Я не все могу там кушать. Мне не очень подходит питание. Поэтому я наслаждаюсь теми днями теплыми, которые сейчас есть. Вот сейчас середина сентября. Сейчас на градуснике 28 градусов у меня. Поэтому ехать никуда, конечно, не хочется. Хочется наслаждаться тем, что есть. И радоваться жизни сейчас, в этот данный момент. Ну и, конечно же, мечтать о путешествиях. Я очень мечтаю. Я очень хочу куда-то поехать и мечтаю об этом каждый день. Но не только мечтаю. Я все делаю для того, чтобы это было. Если ничего не делать, ничего не получится. Вселенная отвлекается только тогда на желание, на мечты человека, когда он прилагает для этого какие-то усилия. Ну вот пока все идет с усилиями. Я сейчас сижу для вас, монтирую новое видео о путешествиях, где я вам рассказываю, почему я не путешествую. И вспомнила я такую историю. Значит, у меня на работе были такие сотрудники муж с женой, такие пожилые, очень состоятельные люди. Но это было еще в советские времена. И они хотели поехать куда-то попутешествовать. Ну можно было собраться, ну я не знаю, на Азовское море, на Черное. Ну что-то это мкнуло. И они решили поехать к родственникам в какой-то небольшой городок, там где-то на границе с Молдавией. И вот, значит, и родственники эти постоянно писали им письма, постоянно звонили, приглашали в гости. Это было очень настойчиво. В конце концов, они решили, ну почему же нам не поехать таки в эти гости. И вот собрались они, было лето, хорошая погода, пошли по магазинам киевским, набрали всякого дефицита. И икры красной, и икры черной, и всякие сырокопчености. В общем, собрались и фрукты, и овощи, полную машину нагрузили, поехали в гости. Но предупредили, что они поедут, позвонили. Приезжают, их никто не ждет. Значит, все заняты своими делами. Но, слава Богу, что привезли они все с собой, накрыли стол, все семьей сели, поели, все было хорошо. Значит, уложили их спать. Утром, значит, встают они в 7 часов утра, никто на куей не было. Никто не встает. Хозяйка где-то ушла. Значит, дети хозяйки спят, взрослые уже. Значит, хозяина где-то дома нет, где-то он во дворе крутится. Короче, в 8 часов никого нет, в 9 часов никого нет. Но, значит, они решили, что пора им позавтракать. Раз хозяев нету, может, они сами свои уже поедут. Полезла, значит, это гости в холодильник, открывают, и там где-то огромная такая черная муха. Все, что было с вечера, хозяйка взяла все так в тарелку, как было, она все туда поставила в холодильник и даже ничем не накрыла. И над всем этим крушит черная огромная муха. Короче, они не евшие, не пившие, значит, собрались, сели в машину и быстренько покатили домой. Вот такое было путешествие. Так что, если мы хотим путешествия, надо еще умудриться правильно выбрать зону путешествия, для того, чтобы не было такого облома. ПОДПИСЫВАЛЬНИЕ СПОКОНОМ- ПОДПИСЫВАЛЬНИЕ СПОКОЁНИЕ СПОКОЛОЙНИЕ СПОКОКОНОМ- СПОКОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»